Что такое случайность? Это хорошо подготовленная закономерность, просто не ты ее готова. Холодильник. Казалось бы, ничего страшного. На самом деле, по наличию сообщений от холодильника, можно выяснить, сколько вас в этом году. Как давно вы уехали из дома? Когда вы собираетесь приехать, ну и так, согласны со мной? Элементарнейшая кофе-два. А тут очень просто. Можно перепрограммировать ее так, что утром вы будете плеваться там целый день от сваренного. Я не знаю, как вы, я очень... Ну вот типичная, типичная картина, когда вам холодильник кричит, не забудьте купить молоко. Еще в 2014 году специалист Касперский лаб Дэми Джейкоби провел исследование домашних устройств, например, устойчивости к кибератаку. Стопроцентно уязвимых. В 2015-м был проведен повторный эксперимент. Если Джейкоби главным образом ориентировался на присоединенных сети сервера, маршрутизаторы, смарт-телевизоры, то теперь сфокусировались на устройствах, доступных на рынке. Уязвимо все. Полностью. Более того, я на сегодня не знаю ни одного средства защиты для ИОТ. Ну, кроме довольно широко разрекламированного аппаратного средства от Bitdefender, которое продается только на территории США. И при всем моем уважении к Bitdefender они отказались мне предоставить документацию. Корпоративный этак. Тут все гораздо страшнее. Например, очень громкая. Крики всегда вызывают медицину. Ну и здесь каперлицы и так далее, умная подача лекарств. А теперь вопрос. Как много у нас в стране умных медицинских центров? Ни одного. Следовательно, эта проблема для нас не была. Ну и пробиться к такому устройству, соответственно, можно либо взломав сетевую защиту, либо имея внутри своего сотрудника. Хорошо. Автомобиль. Подсовываем флешку в медиа-центр с нужной нам музыкой. И получаем полный доступ к системе тормозов, к системе подачи топлива и вообще к тому, чтобы залучить медиа. Скажете, сказка? Нет. На форте уже режется. А теперь представьте, едете вы по дороге, нажимаете вы на тормоз и вместо этого в повороте добавляете газ. Что будет дальше? Рассказывать не надо. А потом спишут на ней и на машину, и не справлюсь. Скажут, не тупи дальше. Потому что программа в нужный момент времени самолекодировалась. Персональное устройство. Ну здесь все, честно говоря, намного грустнее. Потому что безопасность персонального пользователя – это личная неприятность. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот все вы здесь сидите, наверное, большая часть из вас так или иначе имеет отношение к разработке таких вот и отустостей. А теперь подумайте и признайтесь себе, не мне, еще раз повторяю, не мне, я, к сожалению, и так знаю. Как много у вас на этапе разработки алгоритмов, вообще на этапе разработки технологий, привлекается к разработке специалистов в безопасности? Ни одного. Ни одного. Вопрос, почему? Да по одной простой причине. Хороший специалист стоит дорого, от плохого толку никакого. Совершенно и, во-первых, мы затрудним выход на рынок вашего устройства, мы удлиним этап разработки. А во-вторых, он будет стоить существенно дороже, потому что безопасника хорошего, надо оплачивать. Вывод? Так ну и нафиг, как-нибудь потом стараемся. Я прав. Гораздо проще выпустить новое устройство на рынок, заставить пользователя его купить. Ну а патч? Патч, это дело долгое, никому не нужное, мы лучше нового устройства выпустим. Именно так работают 99,9% смартфонов по данным городу. Ну скажите мне, что я не прав, ну порадуйте меня. Я очень хочу это услышать. Голд крутится. Только вот не слушаться ни хрена. Знаешь, мне очень нравится, когда Голд заявил о том, что они будут выпускать патчи для своих устройств. Выпущенных не более двух лет назад. А теперь самое интересное. Сегодня в мире существует порядка 10 тысяч производителей устройств под андроид. И я что-то не слышал, чтобы выпускались одновременно 10 тысяч патчей. Ну хоть ты меня убей. Самсунг заявил проще. Мы выпускаем патчи для устройств, выпущенных не более полутора лет назад. А остальные, до свидания. В этом плане есть оправдание. Они делают открытую систему. Ну то есть типа пацаны. Ну а кого это... Простите, у меня девушки чуть было не высказался. Согласен. Ну скажем так, на Nexus'а свои не выпускают. Правильно, на Nexus'а выпускают. Вопрос. Не покупайте Nexus'а. Именно так заявила фирма Appian. Они заявили, что сотрудники могут пользоваться андроидом, но не более чем с операционной версией минус одна от текущей. Которая уже пропатченная стабильно. Если сегодня шестая, значит не менее чем 5.1. Все остальное в саду. 5.1 вместе с шестеркой на сегодня составляет более 25%. От всего рынка. Не, ну просто к этому еще добавить толковый MDM и возможно что-то получится. Ну если о корпоративном рынке говорим. Нужно к этому добавить еще. Что, как правило, отсутствует. Руки у админа должны быть оттуда, откуда руки. А мне оттуда, откуда ноги. Знаете, толковый MDM хорошо настроен и правильно настроен. Это достаточно дорогой системный администратор. А кто же ему бедному платит? Ну, можно интегратору, который сделает, а потом уже толковый администратор. Знаешь, есть хорошая поговорка, простите меня.